Эх, друзья, ну я думаю, что предикшены уже понятны, скорее всего это 2-0, а вот наши комментаторы, может быть, и другое мнение имеют. Степану пожелаем крепкого здоровья, спасибо большое ребятам за анализ тех самых важнейших раундов, но у нас вторая карта, это Трейн. Это Трейн, это выбор команды OptiGaming, и пистолеточка уже в полном разгаре, быстрая атака от команды PS1, Ника делает первый минус. Здесь Рейн подхватил неудачника первой карты, это Каджун, в итоге бомба стоит 4-3, но Снэпи в спине, ветеран прокрался, первого забрал, второго будет, или минус? Нет, нет, залетела флешка, в итоге 3-2, и меньшинство все-таки OptiG, нет, 2-2, 2-2 был размер. Но партика очень опасная, Guardian и Овов Мейстер, уже только швед, остается один против двоих, хороший минус, одна пуля, и это один хедшот. Ну и все, здесь должен начинаться тот самый настоящий балет 1 на 1. Конфиг ищет дифуза, да, нашел дифуза, есть мочок, это имба, это имба, надо делать ветер, нет, Овов Мейстер! Это Овов Ветер, по-другому этого парня не назовешь, он промчался на всех парах и нашел голову своего соперника в дыму. Просто наказал. Который, ну, буквально был в секунде, а то и двух, вот, разминирование этой бомбы. Пистолеточка за Фейск-1, 1-0 на карте Трейн в атаке, это очень важно. Главное теперь не проиграть форсу от оптиков. Что по закупке? Есть Дигл, есть СЗ-шка, Скаут и вот как раз-таки парочка Каджумба и Юги вообще не тратят деньги. Это интересное решение. Вы знаешь, такое ощущение, как будто команда разделилась на два вагеря. Ну, это бывает часто в командах, где два капитана. Ну, здесь-то один. Или просто щедрый и сноб. Ну, как-то так, да. Дигл говорит, закупайтесь. Смотри, заход на Б сейчас считается уже, есть перетяжка от одного человека, нужно еще одного перетянуть, ну, и уже пытаться угадывать, так гейт в упоре, конфиг против верхнего. И очень отличный тайминговый дым удалось положить на нижний, он полностью притормозил выход, но сверху Керриган все-таки попытается открыться, проверил ближние позиции. Тут на базе Б уже вся команда оптигейминг, но двоих обзабрал, конфиг отвечает двумя минусами. Кстати, забрал максимально выгодные позиции для соперника, и дальше Ник и Керриган также вступили в бой. Ника не прочитали, и он, в общем-то, также на два фрага реализовал свою позицию, уверенно, это очень уверенно. Ну, знаешь, в какой-то момент за фейс-клан я начал переживать. После двух минусов от конфига действительно было страшно. Ты рановат, что-то на втором раунде-то уже. Нет, конкретно за раунд. А, за раунд? Я уж думал, что ты уже все просто переволновался. 0-2. 0-2. И оптик пока что пусто, естественно, еще один раунд они проведут без денег. Ну, и мне, если честно, очень интересно, как они... Интересно, знаешь, были ли ножи? Были ли ножи? Может, нам подскажут. Просто мне интересно, как выбор стороны осуществлялся. Просто в виде защиты у оптик. Это весьма выгодно. Это весьма выгодно начинать за КТ. Ага, они выиграли ножи. Нам сейчас только что подсказали. Спасибо большое. И это... Значит, они на что-то рассчитывают. Отличный Молотов, который загнал сейчас конфига в тупик. Логично, Сопов, что они на своей карте Трейн, начав за сторону контртеррористов, на что-то рассчитывают. На победу, конечно же, они хотят третью поиграть. Вот получится ли у них здесь отыграться. Просту-фейс клан Трейн может быть и не самый лучший, не самый превосходный, не самый изящный, да, но он один из лучших. И эта команда... Определенно та команда, которая не хочет уступать на этом турнире. И причину все прекрасно знают. Да, действительно, на кону для фейс клан стоит 1 миллион американских долларов. И действительно, это... Ну, я не знаю, это супер мотивация. Давненько фейсы ничего не выигрывали. Это раз. Второе, это, конечно же, сумасшедший денежный приз, который они могут получить, выиграв этот дримхак. Да, они даже могут потом на мажоре расслабиться, как, в принципе, они привыкли. Но на последнем, который мы смотрели, да, для них было досадное поражение в Северной Америке. Они не смогли... Ну, не смогли преодолеть команду Клоуд Найна. Знаешь, как-то вот история нам начинает намекать. Выигрываешь мажор и потом вниз. Ну, это если говорить про Клоуд Найна. Так, ну что, подготовка выхода на верхний, флешки с апдауна. Но номер пять в составе команды оптики, это конфиг, он услышал всю эту перетяжку, поэтому звено базы B максимально готово. Отличная флешка. Какая флешка от Гейда. Перо забрал, Гвардиан дает размен. Просто потушил. Ну, кстати, в итоге хороший выход получается у фейсов на B-Plant. Установленная бомба, ситуация 3 в 3. И как же все поменялось. Да, да, все было на самом деле на волоске от смерти. Но ключевые игроки коллектива Фейс смогли сделать свои фраги. Олаф Мейстер, Гвардиан. Какие гранаты? Вот как качественно Фейс использует свои гранаты? Ну, и тут уже подумывают оптик, наверное, над тем, что, может, не пойдем выбивать. Но на самом деле надо. Первый оружейный. Нет, нет, это сейв. Передумали, да. Передумали. Словак все слышал. Были диффуза у конфига, но все же рисковать оптики не стали. Они понимают, что проиграв этот раунд и оставшись полностью без оружия. Частный сыщик Владислав в действии. Эх, Снепи забрал. Снепи забрал. Юги и конфиг. А ВП и Эмочка все же сохраняют. Видел игрока на зелени, но хотел удивить вторым стрейфом, но, опять же, Юги просто был готов. 0-4. Оптик пока что на своей карте не способны справиться с напряжением, которое оказывает на них Фейс Клан. И посмотрим, как пройдет реализация сохраненного оружия. Вообще, как они сейчас встанут по карте. Там, естественно, гейт форсит. Ну, по сути, вы знаете, формулировка встанут не совсем корректная. От Юги мы, наоборот, ожидаем гипермобильности. Он должен передвигаться по карте. Он должен оказаться и на центре, и на зелени, и на закрытой побывать для того, чтобы удивлять везде команду Фейс Клан. Ну, вот будет ли это мобильность? Интересная зелень сейчас от команды Фейс. Выход на зелень. Там снэпи, с деглом. Тиммейты уже смещаются на помощь. А вот конфиг. Попытка поджать центр карты, но Ника эту попытку пресекает без шансов. Он круто зашел, но Ника реально просто... Где Юги? Просто чудеса какие-то творят. Где все это время Юги? Вот человек, от которого мы ожидали в первую очередь какого-либо экшена, до сих пор себя не проявил. Вот проявил. Молодец. Гейт последний. И Керриган забирает Гейта. Пока что изи-каточка 5-0. Забрали пистолетку первооружейную и устояли против сохраненных девайсов команды оптик. Ну и дальше еще один оружейный бай. Оптикам просто кровь из носа надо собираться и показывать что-то внятное, вменяемое, что позволит им действительно бороться на своей карте. Желательно начать с энтрефрага. Но это, конечно, пока, наверное, мечта. Так. Ну, сразу 4А. 4А расстановка. Поджим зелени. Снэппи попытался зайти под флешку, но флешка не попыталась зайти вместе со Снэппи. И в итоге занять зелень удается. Очень такой коварный дым. Накидывает Снэппи. И... Как это дико просто было. Работа от ФСКЛАН. Олф мейстер. Какая-то хаешка, текстура залетает прямо под ноги Снэппи. И в ту же секунду просто в дым Гвардиан находит одним прицельным выстрелом своего соперника. Это шикарное начало 6-го раунда для команды ФСКЛАН. Он, по сути, не увидев соперника, только понимая, что он там находится, они сделали, раздобыли точнее для себя преимущество. Так, ну и попытка сыграть сейчас под базу Б. Шифты включают ребята из команды ФСКЛАН. Дальние игроки должны уже оказаться на верхних котлах. Да, там номер семь, номер восемь. Там исходные позиции есть для раскидки. Ну и пока идет выжидание. Времени в раунде все меньше и меньше. Вот это, кстати, очень опасный. Смог конфиг на самом-то деле свое местоположение мог выдать. Но теперь в свой смог он не сможет полезть. Его будет эта мысль немного смущать. Ну и главная звезда базы Б. Это геет уже минус два. Можно делать еще один фраг. Правда, 3% здоровья осталось. Кельган его находит. Размен попытался сейчас еще один сделать. Гвардиан, но Каджунби пресек. Где все это время находится Ника? Ника контролирует спину. Он ждет по-прежнему игрока сверхнизу, но там нет никого. Оптики попробуют оформить линейное выбивание. Конфиг уже переместился к своим тиммейтам. И в принципе все это выглядит максимально грамотно и логично. Отличные шансы имеют ребята из оптик. Но посмотрим, что скажет сейчас капитан команды Фейс. Ситуация для него, конечно, может не самая легкая. Но она играбельная. И сразу же... А есть дым? Нету дыма, нету дыма. Нету дыма. Григори ясно, чтобы не погасло. Лезет Каджунби. Кто полезет второй? Конфиг рвется дефузить. Но никак. Юги делает минус и... По-моему, успел. По-моему, успел. Да, он успел. Он успевает это сделать. Там буквально микросекунды оставались. Но напряжение было сейчас для команды оптик колоссальное. И после счета 5-0 они наконец-то берут первый раунд. Правда, с гигантскими потерями. Да, выжило всего-навсего два игрока. Соответственно, они должны давать дропы своим тиммейтам. Но для Фейс действительно сумасшедший шанс напрочь разрушить экономику своего соперника. Взяв этот раунд, денег оптиков не будет. Ну, не до конца первой половины. Но раунда 3 это будет действительно серьезная проблема. Вот то, что Гвардианы сейчас выпустили сотки, это гигантская... Ну, могло стать гигантской проблемой. Юги, конечно, разменял. Но что делать с остальными игроками? Там уже игроки на вагоне. Ника контрит зигзаг. Минус Каджун Би. 3 в 4. И меньшинство из раунда в раунд преследует команду оптик. Так, Снэпи будет рисковать. Снэпи будет рисковать за ход в дым. Забрал Ника. Но вот Гейт бы сейчас еще, если подсобил минусом, было бы проще. Тем не менее, за счет Снэпи удается выровнять ситуацию, как видим. Но у ребят из Фейс есть вариант прыгать инициативу. Оулов Мейстер остановил Снэпи. Юги последний. Один против двоих, по идее, понимают, где находится снэпер команды оптик гейминг. Но Керриган на базе Б. Он уже устанавливает бомбу, а Оулов будет выжидать. Да, он даже не будет выжидать. Он просто убежал в сотку и пошел к своему тиммейту. Оставив Датчанина. Действительно, сейчас в очень неловкой и тяжелой ситуации. Но Датчанин понял, что бомба, скорее всего, он ее не услышал. Соответственно, надо сохранять снэперскую винтовку. Это единственное полезное действие, которое еще можно как-то реализовать. Получится, нет, это вопрос команде Фейс. Но они вряд ли здесь уже пойдут на поиски. Ух, ну вот как только оптик тяжелейшими усилиями взяли один раунд, им предстоит, ну, предстояло потерпеть вот такое фиаско. Ну, что-то с обороной не так у этих ребят. О команде Фейс Респект и Гвардин, который с первым респауном, несмотря... Оп, чуть не потеряли, а ведь? С первым респауном, несмотря на вот этот вот огромный риск, то, что тебя могут принять с раскидки, все-таки рискнул. Раскидка пролетела за спину, и он успел, в принципе, сделать необходимый минус. Так, ну что же, все внимание на экономику оптик гейминг. Удовольствие сохранить снайперскую винтовку, но вот оставшиеся тиммейты денег особо не имеют. Скаут, Сзэшк, Диггл, UMP. Это все с арморами. Количество гранат, конечно же, оставляет желать лучшего, но все же что-то есть. Что-то есть, и это что-то, возможно, поможет им остановить атаку ФС Клан в восьмом раунде. Так, Нико в сотке. У игроков защита двойка на Б. Вот это префич было сейчас. Ну, тут, не знаю, Витя должен был подиспугаться, и он, в принципе, подиспугался. Это ошибка. Ну, это даже не ошибка, просто не вовремя занял здесь конфиг позицию. Снэпи скаут, ну, по идее, вовмейстер его не отпустит, забирает снэпи на зелени. Это большинство для команды ФС Клан, причем уже серьезно. Ты видел? Попытку залезть на вагон. Да, да, так и Джинбис спасался от Молотова, который ему дали на ИК. Знаешь, один из самых опытных игроков этого состава выглядит крайне растерянно. Вот знаешь, такое ощущение, как будто он не знает, как остановить Фейзову, и пока что, ну, является основным человеком, который тащит оптик на дно. Заливает. Заливает помаленечку, но все же... Я не говорю про количество фрагов. Да, да. Попытка сравнить фраги на карте Трейн, это, ну, наверное, сейчас не самое, что может показать. Отобразить общую картину, но Каджумб провалил почистую до ДАЗ-2. Каджумб ничем хорошим не отличается и на Трейне. Да, и проблемы. Опять же, проблемы и давление. Оно только увеличивается, проблемы. Сами начинают создаваться. Проблемы все в голове. Так, ну, заберут ли снайпера. Ну, надо забрать, да, Ника его все-таки не отпускает. И в итоге что имеем? Гейт. ЦЗ и первый армор, да. Денег нет. ЦЗ и первый армор. Все остальные также без денег. В итоге еще один экономический, проблемный раунд для команды Optic Gaming. А Фейз все это дело позволит действительно уйти серьезным преимуществом по итогам первой половины. Кстати, тренер команды Optic Gaming это Руго. Бывший тренер Норс, которого, я не знаю, поперли, не поперли, но на его место пришел Эйв. И, кстати, Эйв уже начинает оправдывать доверие руководству команды Норс. И сегодня обыграли Астральс. Вот мне знаешь, что интересно. В групповом этапе они обыграли Астральс. Это была очень близкая игра. Там действительно и преимущество переходило из рук в руки. И выход на овертаймы. Конечно, там Норс поступили как настоящие львы. Они просто не отпустили. Они не позволили играть с ними вторые овертаймы подряд. Но вопрос все равно актуален. Я к тому и веду, что если будет стадия плей-офф, и там Норс обыграют команду Астральс, тогда все скажут МСЛ, красавчик. Подожди, на самом деле Норс уже могут вздохнуть. То, что они находятся в одной группе, гарантирует им, скорее всего, разные сетки. Ну, по идее, да. Не по идее, а точно. Ну, до полуфинала. Нет, скорее всего, до финала. До финала? Скорее всего. Окей. Но это не точно. Это не точно. Давайте проверим. Но вот что-то мне подсказывает, что если все же удастся Астральс преодолеть барьер в лице команды Тайву, то датские команды будут находиться в разных частях сетки. Семь раундов разницы. Наконец-то оружейная закупочка от Optic Gaming. Есть снайперская винтовка у Юги. Есть вроде бы необходимое количество гранат у тиммейтов. Ну, по сути, карта Трейн действительно располагает использовать гранаты. Без них здесь очень-очень сложно. Итак, конфиг в апдауне в упоре. Он слышал в начале, по-моему, дом. Его, кстати, тоже могли сейчас слышать. Да, будут снова против него разыгрывать ту же схему. Запрут его в апдауне, понимаешь, что он будет играть агрессивно. И вот тут вот не отпустил бы и был бы такой красавчик, но в итоге Рейн выживает. Такой еще чуть не сгорел. 20% остается у Рейна. Снэпи погибает просто как по ноткам разыгрывают этот раунд, ребята, из фейс-клана. Слушай, это полный контроль от команды Фейс. Подожди, Снэпи еще не... А, нет, это Каджун. Каджунби, да, проснулся. Немного импакта в раунде. Заждались. Два красных соперника. Рейновых мейстер по 10%. И он находит одного в планете, один в два. Гвардиану надо жить. Но это его звездный час, если он делает эти... Нет, нет, нет. Словак проверил среднюю, и это хэдшот. Это 9-1. Это... Это погром. Слушай, вот конфига, он, по идее, самый эффективный. То есть человек, который действительно обладает безумной стрельбой, его первым изолируют, прям как реально, вот как ты говоришь, как по ноткам. Они знают, что он в апдауне, знают, что он агрессивен. Запирают моликом, и он не может помочь своим тиммейтам. А когда уже вроде молик развеялся, выходить-то некуда, все погибли. Ну, была попытка выхода, но контролировали и сверху, и снизу. Короче, был закрыт и обречен. Это была не попытка, а пытка. Самая неудачная позиция для него. Я думаю, знаешь, после Даст-2, после Даст-2, ребята из команды Оптик немного начали обтекать. И, конечно, тут нужна дисциплина, собранность и все такое, но... Только Джун, подожди, он хочет и в этом раунде подраться. На этот раз всего два минуса, в прошлом было три. Юги, отличная смена позиций. Вот просто порхает, как бабочка. Главное, чтобы не заметили, но... Ай-яй-яй. Гвардин проверяет эту позицию перед установкой бомбы. И тем самым находит Юги и забирает одиннадцатый. Или десятый. Все же десятый раун. Ну что, пора добивать раненого зверя. И раненый зверь это команда Оптик. Ну, по лицу Юги видно, что... Ну, приплыли. Приплыли ребята. Расслабились. Даже не то, что расслабились, просто руки, наверное, опускаются. Тем не менее, нельзя сдаваться. Можно хоть что-то сейчас будет наковырять в первой половине. И повторить. Ну, хотя повторить успех первого дня у них уже точно не получится. Ну, теперь большой вопрос команде ФНАТИ. Как можно было проиграть таким? Как можно было поехать домой на домашнем турнире? Ну, хотя потом проиграли и герои. Не помню, когда такое последний раз было, что ребята из... Вообще шведы в Стокгольме. Азвалились первыми. Подходит к концу, если уже не подошла, эра шведского Counter-Strike. Она уже подошла к концу. Датчане перехватили. У французов тоже был прекрасный шанс с двумя командами G2N в свое время. Но и французский Counter-Strike разочаровал. Все их вот эти вот супер-дримтимы, которые собирались, они просто не сработали. Так, Юги Минусолов, ну вот... Оу, как жестко вышел сейчас. Так, а Рейн-то просочился. И это серьезные проблемы для команды. Копты гейминг, Юги забрал. А вот, по-моему, по снэпе нет информации. Рейн успел залезть на вышку. Гейт не смотрит на вышку. Гейт. Рейн? Рейн? Он не заметил. Он не заметил Гейта. Два друга не видят друг друга, друзья. Рейн, Гейт, ты должен... Да, он ломает все, в принципе, сейчас. Планы того самого... Ненадолго плавал, конечно. Но ненадолго, да. Но ненадолго. Такая тонкая ситуация, такой острый, пикантный момент. Полная неразбериха. Но финалка все равно за фейс, друзья. И это самое главное. Это самое главное. Ребята из фейс-кланд показывают нам, что на этом чемпионате они... Они неплохо прокачались. Они получают сейчас нереальную плюс мораль. Это когда садишься просто и не чувствуешь соперника. Ну, знаешь, не стоит забывать, что по-прежнему это всего лишь оптик гейминг. Да. Есть на этом турнире команды посерьезнее. Это Милбер, это Новоспортс, это Астралис, это Норс, это Нави. И, ну, победы над командой оптик фейс-кланд не должны как-то сильно тешить в свое число. Не, 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 не будут отдавать, не будут отдавать, максимально доведут дело до конца. Сейчас, конечно, Керригану здесь есть, ну, у него есть сейчас мысли о том, как разыграть эту ситуацию. Они понимают, что об одном игроке им, возможно, известно. Знаешь, что ты говоришь, как будто вот все уже решили фейс-кланд. Не, не решили. Ну, ты вот говоришь, не будут отдавать. А вдруг оптики придут и заберут? Нет, Юги не хочет забирать. Вот ты говоришь, что а вдруг оптики придут и заберут? Нет, они... Ну, потому что Юги не убивает. Он не хочет забирать этот раунд. Каджун последний против двоих. Смотри, смотри, это грязь, это грязь, полная грязь. Они просто вернулись. Это фейк. Это фейк через фейк, это фейк через фейк на фейк. Так, Каджун бы услышал все своих соперников. Команда фейс на фейке, друзья. Каджун бы попытается взять этот клатч. Строгий шифт. Выход за зеленый. Ну, понимает, что один точно убежал туда, второй, скорее всего, по линии будет. И надо удивлять гвардия. Самого главного. Нет, дефюз китов. Каджун попытался найти хоть кого-то, не сделав нет опыта, но все под контролем игроков команды Фейск Ван. Словак увидел ноги. Все действительно контролируется. Не хотят они. Действительно не хотят они отдавать ни одного раунда. Они понимают, что надо показывать очень угрожающую форму. Может, с такой командой, как Оптик, мы видим у команды Фейс вообще проблемных ощущений не возникает. Прямо такое ощущение, что играют, как играют. Ну, еще бы после такого Даста 2, я думаю, парни из Оптик получили суперудар по своей нервной системе. Ну, знаешь, исходя из того, что мы видим на второй карте, на Дасте 2, Оптик были еще действительно хороши. На Трейне у них ничего не получают. Вот знаешь, не зашло. Вот есть такое вот, когда ты проснулся и не с той ноги встал. Вот такое ощущение, что Оптик на карту Трейна не с той ноги зашли. Что-то поздновато. Выиграв ножи, выбрав сторону контртеррориста, вот так вот отлетать в одну калитку. Ну, это, конечно, не самая приятная история. Ну, кто рано встает, тому и Габин раунд дает. А вот Оптик встали поздновато. Проснулись, видимо, тоже. И раунд у них пока один. При счете 12-1 на второй карте, это, конечно, и на своем пике. Это, конечно, фантастика и выглядит. Привет, Гейт. Привет, оборона базы Б. Каджун Б. Отличный, отличный выстрел, но немного не туда. Буквально метров 10. 20, 30, 40, 50. Как-то слишком просто. Каджун Б. Юги, две снайперские винтовки остаются у Оптиков, но ситуация 2 на 2. Какая ошибочка. Защекотал. Как ты говоришь, свитч чего там? У вас свитч, молодой человек. Ну, и с Каджун Б очень быстро попрощались. 13-1. Ух. Ну, в простонародье мы все знаем, как это называется. Я имею в виду счет, который на таблице, который нам показывает, что кому-то здесь что-то не хватает. Ну, раз, два, три, четыре, пять. Изи, каточка опять. Действительно, очень просто для Фейсклан дается карта Трейн. Последний раунд первой половины. Оптик купили все, что могли. Это два помасла. М-ка. Вот есть один фармган и супер крокодайл. Ну, последний раунд здесь, конечно же, налегке. Попытаются отыграть Фейс. Ребята из команды Оптик проявили чуть-чуть больше агрессии. Но только-только он сделал минус в голову и его сразу же наказали. Один в два у лофмейстеров. Ну что, у лофа-то должны вдвоем попытаться обыграть. Так, ну. Конечно, все выглядит очень интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Испалился, но все же югиста вторая попытка забирает. 13-2. Кстати, вот есть еще одна замечательная фраза Игоря Сопова. Хорошая команда должна забирать последний раунд. Да. И Оптик хорошая команда. Они хорошая команда, но на фоне команды Фейс... Ну, не очень. Они хорошие ребята, а Фейс хорошая команда. Ты знаешь, как это типа про пейсмейкеры фразу я слышал? Не помню от кого-то из наших СНГ игроков. Кто-то говорил в интервью, что-то вроде. Как тебе, ну, пейсмейкеры как в день? Ну, он хороший парень. И, наверное, тренер. Наверное. Наверное. Ну, что ж, пока что лучшие моменты, друзья. Вот первые половины. Хотя здесь, наверное, вся половина лучше. А если S2 Space присматривать, так можно вообще и залипнуть до завтра. Ну, если 10-часовую версию сделать. Ну, и вывод простой. Оптики, скорее всего, после первой карты просто, ну, не смогли найти либо в себе силу, либо реально поплыли. Ну, ты же знаешь, что такое команда Фейс Клан. Эти ребята, когда находятся на кураже, остановить их очень сложно. Вот то, что сейчас происходит на трейне, ну, по-другому как кураж не назовешь. Вот он, свитч. Когда все получается, все складывается в вашу сторону. Вот даже такие моменты, когда Юги, казалось бы, контролируя зигзаг, делает тот самый свитч. И в ту же секунду появляется игрок команды Фейс. Итак, пистолетный раунд второй половины. Расставят все точки над «и». Будут ли камбэк, будут ли сражаться оптики на трейне за сторону террористов, либо позволят Фейзам закончить это дело очень быстро. И безболезненно. Но опять же, повторимся, нельзя, нельзя, нужно бороться. Нужно бороться, нужно стараться. Но здесь уже вот как-то зелень сейчас была. Но с этим парнем лучше не шутить. Ника, по пулечке, но нет, Юги его перестреливает. Один уловмейстер против четверых. Ну, начало положено. С двух сторон, с двух сторон уже уловмейстера здесь закрывают. Отлично, взяли пистолетку. Осталось всего-то 10 раундов подряд. Это всего лишь для того, чтобы сравнять счет на трейне. А для того, чтобы одержать победу, раундов надо еще больше. Смотри, я вижу, после пистолетки появились улыбки на лицах игроков датской пятерки. Ну и вот сейчас не произойдет ли то, что произошло на карте ДАЗ-2. Знаешь, просто пистолеты без бронежилетов. Там у кого-то есть арморы. Короче, обычный форс, но опять же с перспективой накопить на АВП. Так, гейт уже пострадал. Это был чудовищный прострел. И это прострел, по-моему, даже не с пятого вагона, а с первой линии. Ну, когда такое в затылок прилетает, это не самый приятный момент. Так, и посмотри, укрепление на базе B. Четыре игрока команды ФСКЛАН находятся на этой позиции, но оптик не торопится выходить. Они понимают, что есть какой-то коварный план у ФСОВ. Да, и просто сидят. Просто сидят в ожидании ошибок. Ну, конечно, при таком счете, если командный дух остался, как бы ты медленно ни играл, лучше играть на результаты. Если они уверены в том, что это принесет им результат, почему бы и нет. Ну, вот на 50-й секунде уже просто бегают все по апланту. Нико слева просто не должны пропускать. Он сконцентрировался на правой стороне, но, опять же, конфиг переигрывает. 4 в 3 после Дигла от Словака. Это даже не Дигла, это Юсп. Вот много зависит от позиции Снэпи. Если будут не самые удачные тайминги, а тиммейты для этого делают все возможное, и Олаф может забрать Снэпи в спину. Олаф, мейстер, настало твое время. Знаешь, Швед ждет до последнего. Топ, но выпал, Снэпи вышел и моментально ворвался наверх. Ворвался, затоптал 2 в 2. Так долго ждать для того, чтобы топнуть. Ну, вот это ошибка от Шведа, и в итоге оптики с большой вероятностью устояли против Форсбайа команды Фейс Кван, и тем самым забирают четвертый раунд во второй половине. Ну, с другой стороны, свои бонусы, в принципе, ребята из Фейс тоже получили. Да и при таком счете, я не думаю, что там есть какие-то запары в мыслях. У них сейчас действительно игра складывается по фану в огромное удовольствие. 13-4. 13-4. И попытка от команды Оптик вернуться в игру уже очень-очень скоро будет на наших экранах. Да-да-да, я про первый оружейный раунд, на котором, кстати, уже возможно будет АВП у ребят из Фейс. Так, и... Посмотри, да, будет на АВП денег, должно быть. Гвардин неплохо там подсобрал. Так, вот нам все правильно делают, показывают Ника, у которого есть АК-47, и на него надежда в этом раунде Ника. Хороший минус, Юги забрал. Гвардин тем временем подхватил конфига. Ника! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзьяшки. Это приплывашки. 14-4. АК-47 в руках Ника, это вещь опасная. И он это доказал. Три минуса в исполнении боснийского игрока. Фейс Квант забирают экономически с одним сохраненным АК-47. Один девайс, да. Скорее всего, это подписанный смертный приговор для оптик гейминг на карте трейд. И подписка на мой твиттер. Twitter.com slash self-mtv, друзья. Забайтил, да? Нет? Ну а как же, ты неполный байт провел. А ты теперь продолжай. Нет, нет, нет. Ты уже начал, ты продолжай. Дуя, twitter.com slash uncle strike. Молодец, садись. Пять. Два. Лучше два. Два твиттера? Я люблю двойки. Ну хорошо. Двойки это хорошо. Два стопова, два оптика. Гейминг. И там есть Кэджун Би, у которого опыта ж больше, чем у всех остальных из его команды. Но пока он не смог его применить. На самом деле он понимает. И это грамотное решение. Говорит, ребят, давайте не дергаться. Давайте уже здесь не дергаться. Итак, четверка оптиков. Один красный игрок, если я не ошибаюсь, это снэпи. Ну и попытка выхода на базу B. Есть люркер наверх-низ, это конфиг. И, знаешь, интересно выглядит задумочка, но у F1 здесь сразу три игрока. Три игрока, которые не позволят оптикам даже высунуться. Там на самом деле одного хватит, но они решили сразу на верочку все это дело закрыть-раскрыть. Так, конфиг попытался прокраситься по стеночке незамеченным. Оказался замеченным. Попал в просаг. Кэджот от Керригана. Ну и вот тут интересная тоже перестрелка назревает. Все-таки Нико справляется с гейдом. Есть ассист от Керригана. Ну и снэпич последний. Снэпи, снэпи. Оу. Не все так просто у этого человека. Но, опять же, слишком мало здоровья. И никаких перспектив на этот раунд здесь не было. 15-4. Достаточно простая, быстрая победа команды FACE. Да, укоротили оптиков. Дали понять, что победа над Фнатиками, это, конечно, хорошо. Но, ребята, вам еще готовятся и готовятся, чтобы обыгрывать такие команды, как FACE. Эти парни, ну, действительно... Знаешь, мы не увидели чего-то сверхгениального. FACE просто играли в свое удовольствие. Они делали то, что умеют делать. Они играли в Counter-Strike. Играли эффектно, красиво. И, самое главное, эффективно. Но при этом не раскрывали всех своих козырей, которые с большой вероятностью оставят на мажор. Итак, матч-поинты для FACE. Таковых будет 11. Керриган уже делает первый минус. Юги отъехал. Ну и что же дальше? Что же дальше? А дальше... А дальше... Дальше ничего. Все по сценарию. Гейт конфиг вдвоем против пятерых. Короче, быстро, просто, без боли. Вот именно так работает команда FACE в этом матче. Просто красавчики. Конфиг здесь уже, конечно, пытается хоть кого-то просто убить. Но, не знаю, для себя. Для себя. Не для тиммейтов. Не для команды. Только для себя. Ну и если вы знаете, начало этого матча на Dasty 2 у меня, если честно, вызывало, я скажу честно, кучу интриги. Особенно первые 10 раундов. То уже вот после 10-11 раунда мы увидели, что Optic действительно не того уровня, ребята, чтобы тягаться с FACE. Ну а FACE пока показывают действительно безумный оскал. Так, правда, Гейт заметил Рейна. Это уже 2 в 2. Неужели они спасут этот раунд? При счете 15-4 можно было бы спасти. Нет, не спасут. Охрана отмена. Конфиг последний. Против двоих 30 секунд до конца. Гвардиан заходит в спину и СВП ставит точку в этой серии БО-3. Ну что, по сути, простейшие каточки для... По сути, простейшие. Для FACE, да. Олаф Мейстера, конечно, с возвращением. Напомним вам, что FACE, друзья, начинали этот чемпионат. Вчера не с той ноги. Реально не с той ноги. Они летели со счетом 14-7 или 14-8 против героек. После чего смогли осуществить камбэк, переиграть их на овертаймах. И в сегодняшнем игровом дне у них также проблем не возникает. Это не может не радовать. Конечно же, рукопожатие. Но вот Джунби, наверное, немного расстроен. Когда-то он выступал вместе с Керриганом, но не срослось. Ну, Керриган когда-то выступал с конфигом, а еще когда-то выступал с девайсом. А вообще со всеми, всеми, всеми и вся. Переиграли эти парни друг с другом. На FPL это делают регулярно. Но результат сегодня таков. FACE, Клан на голову сильнее оптик гейминг и доказали это на деле. Отдав оптикам за две карты всего-навсего 10 раундов. За две карты 10 раундов. Это на самом деле... Это смешно. Это смешная цифра, да. А более громко и смешно пошутят и посмеются наши аналитики после рекламной паузы. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... И как нехороший оптик... У нас, правда, комментаторы просили пошутить как-то, да? Игорь, Юра — это боги CS-юмора. Сейчас ворвались в нашу студию на строгом шифте и ждут каких-то шуток. Советую, кстати, друзья, там у Игоря в последнее время талант проснулся к Инстаграму. Если у вас крепкие нервы и есть свободное время, рекомендую его сторис. Это отдельное удовольствие. Ну что, фейс и оптик. Фейс и оптик. Давайте просто закроем тему, что фейс на 2, 3, 8 голов сильнее. И оптик... Играют, кстати, на мажоре. Да, они прошли квалификацию на европейском миноре. Заняли второе место после НИП, если я ничего не путаю. Но в любом случае они в двойке тех команд, которые будут играть. Не знаю, смогут ли они каким-то образом подтянуть свою игру. Но с такой игрой ничего такого серьезного на мажоре им не светит. Тем более там чуть-чуть поменялись правила. Чуть-чуть. Мы, кстати, еще не обсуждали это ни разу в нашей студии аналитики. Ну, по поводу того, что некоторым командам придется доигрывать там квалификацию. Они не сразу же попадают в следующую стадию. Но мажор — это не тот турнир. Мы сейчас говорим о DreamHack'е Стокгольм. Давайте как-то закроем уже эту тему. Я бы хотел спросить, а что тогда с командой Fnatic, которые проигрывают оптикам за счетом 16-6? И они тоже едут на мажор. Ты же помнишь, да? Твой брат не сильнее моего брата. Если я побью тебя, то это ничего абсолютно не значит. Ну, как будто бы, знаешь, две разные команды совершенно сейчас играли. Игра тогда с Fnatic и сейчас игра с Faze. Ну, просто оптиками перед миллион. Вот они и... Фейзат, нам можно кое-что миллион получить. Поэтому вот они тут и потерь стараются. Да мне кажется, что они просто катком переехали, как эти всякие мемчики есть. Выкинули что? Выкинули оптик. Ну, что-то типа это вроде. Но другого ничего нельзя сказать. Заходы в спину, где-то туда ничего не смотрите, ничего не контролируют. Просто какие-то раши. Везде переселки выигрывают. Четыре кило там. Ну, кошмар, конечно. Да, это было все очень, с одной стороны, интересно, с другой стороны, нет. Потому что Faze, хотя вот, опять же, мы и коммендаторы, мы тоже отмечали, что Train не самая сильная карта команды Faze. Но, как видим, Train потянули, по стрельбе проблем нет. И вот он, класс, который позволяет Faze закрыть все это, отдав противникам из две карты только 10 раундов. На Train 4, здесь 6. На Dust, точнее, 6. Все, изи, погнали. Смотришь на эти лица оптиков, понимаешь, что все очень тяжело. Очень тяжело. Там, кстати, очень неплохо отыграл Nico. Он был, в целом, по статистике всего ивента, на третьем месте среди лучших игроков этого турнира. И не исключено, что чуть дальше эта ситуация будет меняться. На первом месте сейчас идет Coldzera. На втором месте ROBS, что интересно, представители команды...